Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня хочу показать для вас две бюджетные модели, которые есть у нас сейчас в ассортименте. Это GAU-G2 на 512 МБ и GAU-G2 на 1 ГБ. Стоимость данных моделей первая модель стоит 1050 гривен, вторая модель стоит в районе 1200 гривен. Это такой бюджетный вариант на процессоре двухъядерном NTK6577. Хорошего качества смартфоны. Полноценный Android, русифицированный процессор NTK6577. Поставляется смартфон вот в таком вот боксе. Одевается вот так вот на него вот эта крышечка. В комплекте с ним идет зарядка, обязательно переходничок, USB кабель. Ну и смартфон поставляется, что интересно, с аккумулятором на 2200 мАч. Данный аккумулятор стоял, как вы можете видеть, GAU-G2S. Такой аккумулятор был. Первые партии, это уже, наверное, одни из самых последних партий, первые партии были с емкостью 2050 мАч. Итак, давайте посмотрим кратенько, разберем, что у нас с внешним видом. Сзади у нас хорошая матовая крышечка, все логотипы, GAU, все это есть. Камеры. Камеры у нас в двух версиях. Та, которая 512 мегабайт у меня слева, та, которая гиговая, она у меня справа. Заявлено производителем, что 512 мегабайт имеет 5-мегапиксельную камеру, 1-гиговая модель имеет 8-мегапиксельную камеру. Спереди у нас идут 2 сенсорных кнопки, назад меню, механическая кнопка, которая, кстати, можно будить смартфон, не только верхний. Сверху, как раз уже начали, разъем под наушники. Короткий, длинный, любой подходит. Качелька громкости, и с этого бока у нас абсолютно ничего нет. Снизу у нас отверстие для открытия данной модели, и микро-USB для зарядки или подключения к компьютеру. Размер экрана у нас 4 дюйма, разрешение 800 на 480. И давайте сравним два смартфона в программке Antutu, какие характеристики есть в данных моделях. Видим, что одинаковый у нас процессор. 800 на 480. Объем оперативной памяти. Точнее, я перепутал. Слева у меня как раз 1-гиговая модель. Вот, вот он, гигабайт. И справа у меня 512. Antutu показывает и там, и там камеру на 8 мегапикселей, но это просто, скорее всего, из-за софта. Так вот показывает. Прошивки у нас 4.04 Android. По прошивке у нас никаких проблем нет. Полноценный русский язык. Вот есть несколько китайских софтин, которые нам абсолютно не нужны. Их можно заблочить через root права, и они вам не будут мешать. Полноценный Play Market, с которого можно сразу же скачивать, устанавливать все, что угодно. Все на русском языке сразу же будет. То есть, ну, в принципе, хороший, надежный смартфон. И я не хочу рассказывать там, как оно у вас производит видео. Это бюджетная модель. Стоит она немного. Поставляется вот в такой вот с пленочкой заводской. Ну, ее лучше сразу же снимать. Я хочу поделиться своим опытом по поводу данной модели, так как я являюсь обладателем этой модели. Выбирал я ее где-то год назад. Вот данную модель я не пользуюсь. Что могу сказать хорошего, что могу сказать плохого? Во-первых, могу сказать, что модель действительно мне нравится. Она недорогая. Я ее покупал еще тогда за смешные деньги, по закупочке, само собой. Модель имеет отличный GPS. Модель имеет отличный аккумулятор. Аккумулятор держал у меня поначалу 3 рабочих дня. То есть я много разговариваю по телефону. Много всего такого происходит. Отличная камера. В свое время сравнивал камеру... У меня гиговая модель. Гиговая версия, точнее. Я сравнивал 8-мегапиксельную камеру с камерой Samsung Note 1. Ну, что могу сказать. По оптике они идентичны. Note 1 выдавал более реалистичные цвета. И автофокус срабатывал в Note 1 намного лучше, чем в этом. Но если с 2-3 снимков получался отличный, аналогичный снимок, как и Note 1. Только по яркости, по сочности картинки чуточку было другое. Так, по производительности. Я играл в любые игры. Играл в Real Racing. Играл в Modern Combat 4 на нем. То есть процессор нормальный. Разрешение это обрабатывает отлично. 480 на 800. В Antutu данная модель набирает порядка 6000 баллов. С карточками памяти работает великолепно. Нюансы есть в прошивке такие, что в заводской прошивке без карты памяти нельзя ни фотографировать, ни подключить его к компьютеру. То есть вся работа направлена через microSD карточку. Что для меня не есть проблема. Это стандартная процедура использования китайским смартфоном на Android с microSD карточкой. Сейчас, по прошествии года, аккумулятор у меня держит 2 полноценных рабочих дня с кучей звонков, с кучей разговоров, с кучей съемки. То есть камерой фотографирую различную технику и тому подобное. По поводу экрана. То есть еще давным-давно было такое мнение, что это все стекло, закаленное стекло. Закаленное стекло, да, оно действительно есть. Но по прошествии года я сразу же в первый же день снял эту пленку, так как был уверен, ну почему-то мне так казалось, что это стекло, что оно не поцарапается. По прошествии года модель у меня многочислено раз падала и, скажем так, носил я в кармане с ключами, со всем чем угодно, со всем чем захочется. Ну и вот давайте посмотрим. Я постараюсь показать. Вот по всему экрану, по всему экрану у нас вот такие вот маленькие, маленькие-маленькие царапинки наблюдаются. Так, сфокусируюсь, сейчас сфокусируется камера. Не хочет фокусироваться. Так, продолжаем. Ну вот вы видите, что вот эти мелкие, такие, эти, они есть. Я не считаю, что это недостаток, это просто вот то, что я получил за год. Потом, смартфон, как я уже говорил, у меня неоднократно падал. В процессе эксплуатации у меня вот в этой области треснула крышечка. Не знаю, каким образом, что, как, как я этого достиг. Вот. Задняя крышка в идеальном состоянии. Soft-touch действительно не царапается. Лежит она у меня всегда вот таким вот образом, всегда вот так вот елозивается. Ну, абсолютно в нормальном состоянии крышка. По ободку вот эти вот места ударов постараюсь показать. Вот крышка. Ну, есть вот небольшая вмятинка. Вот вы ее видите возле пальца моего. Вот она. А так у меня ни touch я не менял, ничего не менял абсолютно. То есть, по ударопрочности модель добротная, хорошо сделана. Touch'и от малейшего прикосновения к ним не трескаются, не лопаются. То есть, если вам нужен хороший смартфон, если вы не готовы там отдавать 2000-3000 гривен, берите данную модель. 4 дюйма. Отличное качество. Отличная камера. Великолепный, прекраснейший динамик. Звуковой, ушной. Я всех отлично слышу. Все отлично слышат меня. То есть, никто никогда не жаловался на связь. Абсолютно. Есть вот такой вот индикатор. Сейчас мне пришла смска на мой телефон. Индикатор горит и во время зарядки, и когда приходит смска. В принципе, все. Смартфон для тех, кому не нужны большие лопаты. Маленький, компактный, удобный. Удар опрочный. То есть, ронял, бил его. Ну, раз в 10 падал 100%. Падал и в ванную падал, и на кафель падал. То есть, на твердой поверхности падал. Все без проблем. Отделывался я только вот маленькими вмятинками сбоку. Ну, и крышечка лопнула. Не знаю, каким образом. Крышка лопнула не в процессе падения. Спасибо за внимание. Вот эти две модели к вашим услугам. GeiUG2 512 МБ, GeiUG2 1 ГБ. Всего доброго. Делайте свой выбор.